Нет, в сравнении ручка или карандаш, определенно победил бы карандаш, потому что у него как минимум не заканчивается чернила, а в ручке, если кончились чернила, то все, ты беспомощный. Кстати, чернила это главное отличие во всем многообразии ручек, и сегодня я расскажу вам, чем отличается вот эта ручка, например, от этой. Меня зовут Тимур, и вы смотрите Шоу Сравнение. Во-первых, мы сейчас говорим про авторучку, потому что обычная ручка это перьевая ручка, или проще говоря, перо, которыми писали больше 200 лет назад. И такие ручки нужно было постоянно смакивать в чернила, чтобы писать, и сейчас же мы этого не делаем, потому что чернила подаются автоматически из стержня или специального резервуара, и теперь это уже не просто ручка, это авторучка. Ставьте лайк, кто думал, что авторучка это только та, которая может сделать вот так. Ну, по крайней мере, я раньше думал, что только авторучки вот так делают. Вообще все ручки, вот, ну, вообще все делятся всего на три типа. Шариковые, капиллярные и перьевые. Больше других нет. Ставь лайк, если думал, что есть еще и гелевые ручки. Ну, не в том смысле, что их нет, потому что вот она, но грамотно ее называть шариковая ручка с гелевым наполнителем. Самая простая и дешевая ручка шариковая, которая появилась путем эволюции из перьевой за счет замены пера на кончике ручки на шарик. Это был 1888 год. В ту пору везде и всюду впихивали шарикоподшипники. Ну, и ручку решили не обходить стороной. Популярными шариковые ручки стали лишь в середине 20 века, когда стало возможно наладить их массовое производство. Самыми популярными моделями стали модель 927 и ручка Carvino. За счет того, что они дико простые в изготовлении и нереально дешевые. И я не уверен, что есть хотя бы один человек на земле, который ни разу не держал, ну, или хотя бы не видел этих ручек. Потому что они, самые дешевые ручки, продаются в любом магазине в каждой стране мира. В принципе, на этом эволюция шариковой ручки с точки зрения конструкции закончилась. И дальше начали экспериментировать с чернилами. Поэтому самое главное отличие этой ручки от этой заключается в составе чернил. В самых простых авторучках, например, как в 927 или в Carvino, используется специальная чернильная паста. Очень густая. И главный недостаток заключается в том, что она, во-первых, быстро воцветает, ну, а во-вторых, для ее нанесения ручку нужно буквально вдавливать в поверхность. И за счет этого при длительном письме рука быстро устает. Чтобы рука не уставала, густую чернильную пасту решили заменить на гелевую, потом на масляную. И потом даже придумали чернила, которые похожи по составу на те, что были в перьевых ручках. И вот видите, сколько разных чернил придумали. И все это для шариковых ручек. То есть и гелевые, и масляные, они все равно шариковые. Просто отличаются по составу чернил. Так как чернила в таких ручках были разные по составу, они обладали разной текучестью. Поэтому наконечник для таких ручек нужно было придумывать специальный. И получалось, что чем больше текучесть у такой ручки, тем острее у нее был наконечник. Самая популярная на данный момент ручка из среднестанной категории, то есть около 20 рублей за ручку, это шариковая ручка Roller, у которой острый наконечник. И чернила находятся не в стержне, а в специальном сосуде. А по составу напоминают те, что использовались в старых перьевых ручках. То есть они очень текучие. Еще один тип ручек – капиллярные. Они не являются шариковыми, потому что на конце у них специальная игла, при нажатии на которую начинают выделяться чернила. При этом чем сильнее на такой углу надавить, тем толще у нас будет получаться линия. О, смотри, какие наклейки прикольные. Тут все буквы есть. О, можно, смотри, написать сравнение. С-ра-... А, нет, нельзя, нужно 2N, чтобы было. А, смотри, здесь как раз 2N. Честно говоря, я не представлял, что здесь будет так много ручек, и что у них будет так сильно колебаться цена. Потому что вот тут внизу есть ручки по одному рублю. Это ручка Carvingo. Carvingo. А, Carvingo. Это та самая, самый распространенный вид ручки Carvingo. Обычная, шариковая. Стоит рубль 77 копеек. А вот эта за 11 рублей ручка 927. Здесь даже так написано 927, она тоже шариковая. Вот, это самые простые, самые дешевые, самые популярные ручки. Ну и также здесь можно найти, например, ручки за 288 рублей. Фирма Okto. Это та самая японская фирма, которая придумала капиллярную ручку. Короче, тут есть ручки вообще на любой вкус и цвет. Но мы сейчас, наверное, посмотрим, чем отличается дешевая ручка от дорогой ручки. И какая лучше, там, капиллярная, шариковая и все остальное. Вот тут есть еще ручка за 3 рубля. Шариковая. Вроде как бы в 2 раза дороже, чем Carvingo. Но, честно, она выглядит просто ущербно. Я бы такую ручку вообще никогда не стал писать. Ты же не будешь их покупать? Ну, недорогие, ну, в смысле, когда я говорю дорогие, я имею в виду рублей за 40. Смотри, есть Carvingo за 5 рублей. Ну, и какая минималистическая упаковка? Минималистическая упаковка это вот. А это крутая, дорогая упаковка. Вот, тут есть набор масляных ручек с масляными чернилами, которые не вымываются водой. И за 4 штуки хватит всего 34 рубля. 25 рублей за 4 шариковых ручки. Эрик Краузе фирма уважаемая, поэтому эти ручки должны оправдаться успеем. Хотите выделиться с самой обычной шариковой ручкой, возьмите шариковую ручку с дирижаблем. Он может делать вот так. Наверняка вам знакомы вот такие ручки с оранжевым туловищем и цветными колпачками. Это ручки капиллярные. Их суть в том, что они очень тонкие, они очень яркие. И здесь можно регулировать толщину. Но стоят такие ручки 117 рублей. Но если мы спустимся пониже, то мы найдем точно такие же капиллярные ручки за 13 рублей. Они тоже есть разные. Вот это черный, синий, зеленый. Здесь на ручке написано, что это фри инк роллер. То есть это ручка роллерная. Вот, и тут это в принципе видно. Но здесь мы видим, допустим, ручка капиллярная за 13 рублей. Тут тоже написано роллер болт пен, но это ручка уже капиллярная. Вот она и по металлу рисует, и везде это капиллярная. Итак, у нас есть ручка роллерная, ручка капиллярная. Папиллярная, две обычных дешевых шариковых ручки и ручки с масляными чернилами. Остались еще гелевые ручки и перьевые. Зеленовые гелевые ручки спонсор нашего сегодняшнего выпуска. Это настолько ущербный спонсор, что нам эту ручку даже не разрешили достать из упаковки. И мы ее на самом деле даже не покупали, она вот тут в Ашане продается за 6 рублей. Никакой рекламы вообще. Для любителей хип-хопа и всего, что связано с золотыми зубами, есть гелевая ручка Металлик за 11 рублей. Здесь даже есть маркировка ЕАК. Это значит, что она была подвержена всем тестам на территории Японии, и ее можно везде продавать. В ней нет никаких химикатов, угрозы терроризма и всего прочего. То есть вот эта ручка на самом деле даже круче, чем вот эта, потому что здесь ЕАК не написано. Если написано ЕАК, это хорошо. Вот ЕАК. А вот тут ЕАК не написано. Вот на ручке спонсор. На ручке спонсор ЕАК не написано, поэтому эти ручки плохие. А вот ручка золотая Металлик за 11. ЕАК написано, я даже две возьму. Перевые ручки уже практически вышли из моды, поэтому если они продаются в магазинах, то они стоят очень дорого. По 170 рублей, по 120, даже по 190. Но вот есть ручки с надписью ЕАК, перьевые, всего за 48 рублей. Посмотрите, есть зеленая, розовая, синяя и еще зеленая. И самое главное, тут сразу есть 4 картриджа. Это очень вообще удобно и очень дешево, и я, наверное, возьму себе парочку. Помимо шариковых, гелевых, роллерных, капиллярных и прочих ручек еще бывают, и дверные ручки, они также разные. Есть вот такие ручки, вот такие есть старые ручки советские, и вот новомодные круглые, которые вот так прокручиваются. Но стоят эти ручки значительно дороже, по 500 рублей, по 700, по 600. Ну или вот есть простые варианты, всего по 40 рублей, даже с позолотой. Что ж, у меня тут очень много всяких разных ручек, и давайте же разберемся, чем гелевая ручка отличается от обычной 927. И прикиньте, если на самом деле ничем, и получается, что вместо одной, например, перьевой ручки за 90 рублей можно купить 90 ручек типа карвина. Этого же хватит на всю жизнь. Ну что ж, я собрал вроде бы все типы ручек. У меня здесь есть и обычные шариковые, и два роллера, три капиллярных, две гелевых. Я даже нашел ручки с масляными чернилами, вот такие четыре штуки, которые, кстати, стоят не так дорого, как я думал. И даже есть вот перьевая ручка со сменными картриджами. В итоге, все это, весь этот набор у меня получился в 404 рубля, и получается, что вместо одной вот такой перьевой ручки я мог купить 48 вот таких ручек карвина. И получится очень интересно, если в итоге эта ручка будет писать лучше, чем перьевая. Вот еще на что стоит обратить внимание. В принципе, две одинаковых ручки, но на одной написано Roller Ball Pen, она на самом деле капиллярная. Вот она может тут рисовать. А на другой тоже написано Roller Ball Pen, но с другой стороны большими буквами по-русски написано Roller. И эта ручка роллерная, она по столу не рисует. Вот на этой ручке можно отчетливо показать, что из себя представляет роллер, и почему у него такие чернила. Чернила у него находятся не в стержне, а в специальном сосуде. И вот если так поделать, там видно пузырьки. И там вот внутри такой бочонок с чернилом. А вот это, смотрите, линер. Здесь, во-первых, написано ЯК, во-вторых, здесь написано линер. И линер это, в принципе, то же самое, что и капиллярная ручка. Ну, по крайней мере, наконечник у них точно такой же. И вот он рисует по столу. Самая необычная на сегодняшний день и в нашем выпуске ручка, это перьевая ручка, которую, я честно говоря, думал, уже совершенно не выпускают, но для них даже делают вот такие сменные кардежи. Ну и давайте проверим нашу перьевую ручку. В принципе, мы видим, что она рисует. При этом, вроде бы, довольно-таки неплохо. Но вот мне интересно сразу, если мы берем сейчас карвину и прямо рядом с ней рисуем и смотрим на разницу. Ну и выглядит это примерно так. При покупке ручек, а также любых абсолютно других продуктов, обращайте внимание на маркировку ЯК. Если вы покупаете продукты с такой маркировкой, это значит, что они прошли все соответствующие тесты на стандартизацию для европейского рынка. И вот о чем это говорит, например, при выборе ручек. Это значит, что здесь используются хорошие чернила, которые в случае чего не потекут. Ну и вот ручка-спонсор сегодняшнего выпуска. На упаковке с этой ручкой нет маркировки ЯК, поэтому мне кажется, что эта ручка окажется хуже. Итак, у меня здесь есть целая куча всяких разных ручек. Даже вот, посмотрите, есть вот такая со специальной эргономией для руки. То есть это чтобы держать ее как-то типа вот так. И на официальном сайте этой ручки написано, что это типа очень удобно. Но, честно вам скажу, попытался пописать такой ручкой 10 минут. Это нифига неудобно. Ее гораздо удобнее держать вот так, просто как обычную ручку. Просто она вот как сапля будет изогнутая. Для теста нам понадобится всего лишь обычная тетрадка и сосуд жидкости, потому что будем проверять, какие чернила обмываются водой, какие нет. Ну, вот так, значит, тут я решил немножко ее брендировать, оформить. Здесь будем записывать результаты, а тесты начнутся со второй страницы. Итак, для начала я хочу протестировать все самые обычные шариковые ручки, типа 927, Carvino и вот тут даже есть тип 505. В руках у меня сейчас два типа 927, один из них китайский, а другой нет. Интересно, сможете ли вы отличить, где из них какой. Ну, тут на самом деле оказалось все очевидно. И если вы выбрали вот эту темную линию, значит вы правы. Вот это не китайский тип 927, а вот этот китайский. Он практически не пишет, и чтобы нарисовать им линию, нужно очень сильно его вдавливать. А этот рисует очень спокойно, а если вдавливать, то линия получается вот такая жирная. И тут, в принципе, даже при рассмотрении можно увидеть, что у них разные наконечники. Дальше сразу три похожих ручки Carvino, и у всех трех разные наконечники, и все три разные. Вот это итальянская, вот это китайская, а вот это немецкая. И смотрим. Как мы видим, итальянская Carvino практически не пишет. Ну, то есть ее нужно очень сильно вдавливать, и походу у нее вообще кончились чернила. Вот эта ручка немецкая пишет просто отлично, при том, что ей уже, наверное, больше пяти лет. То есть чернила здесь не засохли, и как мы видим, рисуют они просто отлично. Последняя ручка Carvino, китайская, купленная в Ашане, за рубль 75. Тоже, в принципе, рисуют. Не сказал бы, что хорошо, но, в принципе, рисуют. Теперь надо проверить все это на водостойкость. Так, брызгая на наш листочек, он мокрый. И теперь просто пальцем проводим. К моему удивлению, смотрите, все линии остались четкими, и ни одна не стерлась. Это, на самом деле, очень странно. Какой можно сделать вывод из всего этого? Вот китайская Carvino за рубль 75. Она не стерлась даже после того, как мы на нее побрызгали водой. Она рисует точно так же, как и 927-я китайская, как и 927-я не китайская. Хотя стоит в 10 раз дешевле. Вот эта ручка стоит 10 рублей, а вот эта рубль 75. И пока что я бы лучше купил 10 вот таких ручек, чем одну вот такую. Идем дальше. У нас новый сухой лист, и на очереди шариковые ручки с масляными чернилами, красная и черная. И давайте для сравнения возьмем, наверное, одну красную капиллярную, которая стоит 100 рублей за штуку, а здесь получается 40 рублей за комплект, 10 рублей за ручку. То есть разница в 10 раз. Капиллярная ручка не получается рисовать быстро. Если вот так водить, то следа практически не остается. Но если рисовать медленно и выводить фигуры, то в принципе линия получается жирная, четкая. И если сильно давить, то линия даже будет чуточку жирнее. Масляными ручками можно вводить быстро. Линии у них не такие жирные, но очень четкие. И масляные ручки, у них есть такое свойство, что они со временем не будут выцветать. Потому что сделаны на основе масел. Кстати, вот этот тип 927, он тоже на основе масляных чернил. Давайте посмотрим, насколько сильно будет отличаться по яркости. Ну вот смотрите, синий это 927, красный это токзар. Мы видим, что синий он более насыщенный, он чуть-чуть потолще. Ну а ручки в принципе стоят одинаково. Честно, мне уже начинает казаться, что все современные ручки устойчивы к воде. Все эти ручки стоят по 10 рублей. И во всех них масляные чернила. Получается, что это абсолютно обычная шариковая ручка, просто с экзотическим названием. Следующий тип ручек. Кстати, вы заметили, что мы идем в хронологическом порядке. Потому что сначала были шариковые ручки, потом в них сделали масляные чернила. И потом из них сделали ручки-роллеры. У меня ручек-роллеров всего 2. Да, их всего 2. Черная и красная. Одна стоит 20 рублей, вот эта стоит 60 рублей. Давайте посмотрим, есть ли в них какая-нибудь разница. Ну, разница здесь определенно есть, потому что черная роликовая ручка, она вообще не пишет. Хотя вот я ее только-только-только-только купил, она уже отказывается писать. Я не знаю, как она разбирается. Но, короче, фирма А+, с большой русской надписью Roller. Плохая ручка, видите, она даже не пишет. Ну, а вот эта красная, смотрите, рисует вообще отлично. Можно рисовать быстро, можно рисовать медленно. И, наверное, можно даже рисовать по столу. Да, она, в принципе, рисует по столу. Это фирма Ашановская. И тут всегда можно увидеть, есть ли у вас чернила, вот потому что тут плавает пузырек. Ручка такая стоит, правда, целых 60 рублей. Ну, тут, честно говоря, линии размываются под водой. Давайте пробуем на новом сухом листе еще раз. Вот, рисуем ровные линии. И теперь немножко их побрызгаем. И вы сразу видите, что они начинают расплываться. Видите, они становятся нечеткими. Они, конечно, не стираются. Но при этом, вон у меня палец красный. Значит, все-таки под водой они расплываются. Ой, ну тут вообще, посмотрите, какой ужас произошел. И это мы получаем от ручки за 60 рублей. То есть даже карвина за рубль 75 под водой никак не расплывается. Вот где у нас первый лист. Смотрите, никаких вообще разводов. А это ручка поплыла. Итак, мы продолжаем идти с вами в хронологическом порядке. И следующие ручки, которые были изобретены человечеством, это ручки капиллярные, в которых нет шариков, есть только иглы. И здесь у нас опять фирма А+. 20 рублей стабило, которая стоит 100 рублей. И ашановская ручка, без бренда, она стоит около 60 рублей. То есть три ценовых категории. Дешевая, средняя и дорогая. Посмотрим, чем же они отличаются. В принципе, все капиллярные ручки достаточно плохо рисуют, если водить ими быстро. Но если вести всеми медленно, то линии получаются достаточно четкие, жирные и насыщенные. Кстати, вот стабило почему-то рисует плохо вкупе с другими ручками. Но если проводить линию только одной этой ручкой, то на самом деле все равно плохо. Под конец след становится светлой. Смотрите, вот эта ручка за 100 рублей. Если вести ей линию медленно, то в принципе она рисует. Если быстро, то рисует очень плохо. И все это от ручки за 100 рублей. То есть я считаю, что за капиллярную ручку лучше не переплачивать. Потому что вот 20 рублей фирма А плюс Ликвидли рисует просто отлично. Осталось только проверить, будет ли она размываться от воды. И если не будет, то получается, что капиллярная ручка за 20 рублей это идеальный вариант. Так, ну тут какая-то ручка точно поплыла. Потому что водичка окрасилась. И окрасилась она в синий цвет. Давайте для чистоты эксперимента попробуем отдельно только черную ручку. Ну, чуть-чуть она плывет. Но плывет не так сильно, как красная. То есть здесь вот совершенно чуть-чуть, но при этом рисунок не стирается. А вот давайте откроем снова красную. И тут вообще уже ужас происходит. Смотрите, она начинает разъедать тетрадку. По капиллянным ручкам все получается очень просто. Не нужно переплачивать за дорогой Стабило 100 рублей. Не нужно переплачивать за дорогой Ашан 60 рублей. Вот, Ликвидли А плюс стоит 20 рублей. Работает отлично. В последнем и хронологическом порядке у нас идут гелевые ручки. Одна из них спонсор, а другая какая-то вообще не брендовая, золотая, с маркировкой Як. Так, посмотрим, насколько спонсор, я более чем уверен, хуже. У них абсолютно разные наконечники. И, я так думаю, будет абсолютно разный результат. Посмотрите на эти наконечники. У спонсора он какой-то очень узкий, острый. И, то есть, линии у этой ручки получаются очень тонкие. Вот, у золотой Як все по европейским стандартам широкое, нормальное, наконечник. И, это, в принципе, сразу видно на бумаге, что золотые линии, они более насыщенные, чем зеленые, жирные такие. И не стираются пальцем. Ну, как всегда, проверим это сейчас водой. Обе ручки не стираются, держатся отлично. И стоят, в принципе, недорого. Поэтому, в плане гелевой, можете, конечно, купить спонсора, но я посоветовал бы вот эту, на которой была маркировка Як. Ну, и последняя ручка, которая у нас осталась, так сказать, вымирающий вид. Это ручка перьевая. Вот так она страшно выглядит. И вот оттуда у нас льются чернила, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы не оставить кляксу. Вот так она рисуется. Линия вроде бы жирная. Можно рисовать этой стороной, чтобы линия была потоньше. Такой небольшой лайфхак, если вы вдруг решите рисовать перьевой ручкой. Вот, быстро она рисовать не может. И самое главное, она не может рисовать вот кверх ногами, если вот так взять. То есть, это, пожалуй, единственный такой существенный минус этой ручки, то, что она не может рисовать кверх ногами, потому что со временем чернила перестают поступать. Они все оседают на дно и наверх нужно, чтобы их прижимала туда гравитация. Ручка стоит 40 рублей. Я бы рекомендовал ее тем, кто хочет просто попытаться пописать такой ручкой. Честно скажу, что рука устает быстро, потому что шарик, шариковые ручки, он катится, то есть, создает меньше трения, а здесь вы просто трете, считай, наконечником по бумаге. Это очень утомительный процесс. Ну, и давайте проверим, поддается ли она в воде. Да, эта ручка очень сильно плывет, становится сразу менее насыщенной, то есть, ну, потому что здесь чернила. Самые обычные чернила, без какого-то секретного состава, они сразу же размываются. Ну, и что самое главное, я, честно говоря, не вижу смысла в такой ручке, потому что раньше ими писали, они оставляли такие кляксы, всякие разводы, а эта ручка пишет, как обычная шариковая, то есть, никакого творческого эффекта от такой ручки мы не получаем. То есть, знаете, хотелось бы, знаете, как у Пушкина, такой, пишешь, и тут такая, хоп, клякса. Вот тут такая, вот такая клякса. Красивая такая, как будто в фотошопе ее сделали, но такие ручки такого эффекта не дают, потому что они хорошие, они с дозаторами, и они регулируют поступление чернил. Друзья, какой вывод я сейчас хочу сделать? Вот у меня сейчас на столе ручки с суммой на 400 рублей. То есть, всякие разные гелевые, капиллярные, масляные ручки за полтора рубля. Что бы на вашем месте сделал я? Я бы купил одну ручку, просто красивую, например, вот перьевую, которая показывала бы ваш статус, ну, или просто, чтобы выделяться из толпы. То есть, она стоит 40 рублей. Дальше у нас еще есть 350. Я бы купил одну вот такую ручку капиллярную за 20 рублей, потому что она рисует и по столу, и по бумаге, и по другим ручкам может нарисовать. 20 рублей черного цвета. Итого она стоит за 330 рублей. И на этот остаток я купил бы 330 ручек карвина за полтора рубля. Я уверен, что где-то можно найти и за рубль. И этого бы вам хватило на всю жизнь. А вот этих всех ручек за 400 рублей, ну, мне хватит, может быть, года на полтора. А этих хватит на всю жизнь. А рисуют они точно так же, как и все остальные. Если вы еще и найдете чернила на масляной основе, то просто будет вообще супер. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Он оказался для вас полезным. И теперь вы знаете, что ручек всего три типа. Шариковые, капиллярные и перьевые. Что гелевая ручка, это обычная шариковая ручка, но с гелевым наполнителем. И все такое. Надеюсь, теперь у вас не возникнет вопросов о том, какую ручку покупать. И самое главное, чтобы до вас дошла мысль, что переплачивать 100 рублей за брендовые капиллярные ручки, это глупо. Можно купить за 20 рублей и в качестве повседневной использовать ручку карвина, которая стоит всего лишь полтора рубля. Меня зовут Тимур и вы смотрели шоу сравнения. Если вам интересно, какие бренды ручек, там Эрик Крауз, Паркер, Стабил и прочие самые крутые, то заходите в группу ВКонтакте и напишите об этом на стене или в соответствующей теме. Потому что, ну я не знаю, интересно вам это или неинтересно. В общем, мне нужны ваши отзывы в группе ВКонтакте или просто в комментариях под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok